Какие ошибки при этом можно совершить? Все максимально просто, и это будет уже работать корректно. Кто Леша? Да ты же пишешь свой собственный кэш. Конкретно в данном случае мы используем асимметричный бетчмарк. Это будет интерфейс с двумя методами. Давайте разбираться, работает ли наш код. Делает больше вещей, поэтому он должен быть медленнее. В большинстве случаев они самые оптимальные. Хей, ребята, всем привет! Меня зовут Алексей, и я рад приветствовать вас на канале MGC. Давненько я вам не рассказывал про какой-то технический топик, поэтому в этом видео мы будем это исправлять. В одном из прошлых видео я уже рассказывал вам про блокировки в языке Java. Какие они бывают, как их использовать и когда. В том же видео я спрашивал вас, интересна ли вам тема многопоточности. И было два комментария, которые дали четко понять, что эта тема действительно вам интересна. Ну что ж, сегодня мы поговорим про хешмап и про то, как использовать ее в многопоточном сценарии. Сразу вам скажу, что вам будет необходимо пересмотреть наше первое видео про блокировки, потому что на него сегодня мы будем ссылаться. Также напомню, что это видео не про основы многопоточного программирования, поэтому вам необходимо понимать, что такое поток и как они работают. Ну и что же нас сегодня ждет? Это будет 4 пункта. В первом, как и в прошлый раз, мы начнем с того, что поставим себе задачу, для решения которой будет необходимо использование мапы в многопоточном сценарии. Во втором пункте мы попробуем решить задачу несколькими способами и посмотрим, какие ошибки при этом можно совершить. Далее мы посмотрим, как тестировать многопоточный код, а также на какие минимально необходимые тесты для этого будут нужны. Ну и, наконец, после всего этого мы посмотрим на производительность всех наших решений и попробуем это дело как-то подытожить. Итак, первое, какую же задачу мы с вами будем решать? Давайте представим, что у нас есть приложение, и оно может обращаться к двум сторонним сервисам. Для того, чтобы к этим сервисам обращаться, нам нужно сначала сгенерировать токен, а потом уже как бы вызывать инпоинты этих сервисов с этим токеном. Поэтому в случае, например, когда у нас есть какой-то поток в приложении, мы первым делом идем, генерируем токен в сервис один, и потом делаем вызов самого инпоинта с этим токеном. Второй поток будет делать абсолютно то же самое. Он сгенерирует токен и вызовет инпоинт. Это для первого сервиса. Со вторым сервисом ситуация точно такая же. Если генераций токена у нас очень много, то есть смысл на стороне нашего аппликейшена сделать специальный класс, токен-холдер. В этом случае каждый поток нашего приложения будет обращаться сначала к токен-холдеру, он в случае необходимости будет вызывать нужный сервис, чтобы сгенерировать токен, и будет возвращать нам токен, с которым мы уже будем вызывать инпоинты в наших сервисах. То есть на этой картинке видно, что второй поток, он уже не будет... токен-холдер, когда будет обслуживать второй поток, он не будет вызывать метод, точнее, инпоинт первого сервиса, который будет генерировать токен. И теперь давайте посмотрим, как же будет выглядеть наш токен-холдер-интерфейс. Это будет интерфейс с двумя методами, getToken и invalidateToken. В каждом из них первым аргументом мы будем передавать какой-то ключ, который будет определять, для какого сервиса мы будем генерировать токен. В случае с invalidateToken вторым параметром мы будем передавать сам невалидный токен. И работать наш токен-холдер будет по запросу. То есть если мы его не вызываем, метод getToken мы не вызываем, то новый токен генериться не будет. Итого, мы уже понимаем, что наш интерфейс токен-холдер должен хранить несколько токенов, где ключом будет какое-то значение, которое определяет, для какого сервиса этот токен содержит. Интерфейс, который хранит пары ключ-значения в Java, называется map. Так как у нас нет каких-то специальных требований того, какое именно map у нас должна, то мы будем просто использовать самую популярную имплементацию, хешмап. Прежде чем начинать решение для многопоточного сценария, давайте сначала рассмотрим, как бы мы решали эту задачу, если мы точно знаем, что этот код будет работать в однопоточном сценарии. В нашем имплементации нам нужен фанкшн, который по какому-то ключу будет возвращать токен-респонс. Токен-респонс — это маленький класс, который содержит сам токен и время, до которого он будет валиден. Также у нас есть мапа, которая, как вы видите, хешмапа, где мы и храним наши токены. Имплементация метода getToken максимально проста. Первым делом мы просим из мапы наш токен, далее мы проверяем, равен ли он нулю или он заэкспарился, то есть текущее время после того, до которого токен был валиден. И если это действительно так, то мы обращаемся к нашей фанкшн, где просим по ключу сгенерировать новый токен. После чего мы этот токен кладем в мапу и его же возвращаем. Метод invalidateToken также очень прост. То есть мы достаем из мапы наш токен, если он там действительно есть и он действительно равен тому токену, который мы передали, то мы просто удаляем его из мапы. Теперь давайте рассмотрим, как эту задачу можно решить уже для многопоточного сценария. Самым простым и самым наивным способом будет просто сделать все методы имплементации токен-холдер Synchronized. В этом случае мы заэкспертились от только что заимплементированного токена и просто все методы пометили Synchronized. Какая же здесь проблема? Проблема здесь в том, что объектом синхронизации будет являться сам объект токен-холдера. Если мы будем, например, запрашивать токен для двух разных сервисов, то эти методы будут блокировать друг друга. То есть сначала сгенерироваться токен для первого сервиса, а потом для второго. Хотя по сути мы можем генерировать их параллельно. Первой и наивной попыткой решить данную проблему будет воспользоваться специальным утилитным методом класса Collections Synchronized Map. В этом случае мы передаем туда какой-то наш мап и получаем мапу, которая уже будет синхронизована. Если мы будем ее использовать с тем же кодом, который мы до этого писали для нашей изначальной немногопоточной имплементации токен-холдера, то работать она правильно не будет. Почему? Потому что у нас есть два действия, get и put. Мы не можем полагаться на результат, который мы получили из метода get, перед тем, как сделать put в мапу, потому что значение могло поменяться. То есть данный код не корректен с точки зрения синхронизации. Чтобы починить его, мы можем воспользоваться специальными новыми методами, которые были добавлены в интерфейс мап после восьмой джавы, а именно compute и compute of present. В этом случае мы вызываем только один метод на мапе, и он будет корректно синхронизирован. Как же работает метод compute? Мы отдаем туда ключ и функцию, которая b-function, которая в качестве первого аргумента отдаст нам наш же ключ, а в качестве второго аргумента это будет текущее значение, которое лежит в мапе. В случае, если оно равно null, или это уже заэкспаренный токен там лежит, то мы возвращаем результат вызова нашей function с нашим ключом, и этот результат будет добавлен в мапу. В противном случае мы возвращаем current токен, потому что он все еще валидный, мы можем им пользоваться. Метод invalidate токен будет работать с помощью метода compute if present. В этом случае мы передаем также ключ и передаем b-function, где первым аргументом у нас этот же ключ, а вторым то значение, которое сейчас лежит в мапе. При этом вызываться эта функция будет только если в мапе по данному ключу какое-то значение есть. Здесь мы также смотрим, если это наш невалидный токен, то возвращаем null. В случае, если в методе compute if present в b-function мы возвращаем null, то compute if present просто удалит этот ключ из мапы. Все максимально просто, и это будет уже работать корректно. Теперь объектом синхронизации стала сама мапа, что означает, что любая операция над ней блокирует работу всех потоков над этой мапой. Хешмап, с которой мы работаем, устроен так, что у вас есть массив элементов, называемых бакетами, и в них может находиться связанный список элементов, которые были помещены в мапу. В принципе, ничего нам не мешает блокироваться на каждом элементе данного массива, чтобы можно было действительно параллельно работать с этой мапой. Именно так и делает класс concurrent-хешмап. В данном случае в новой имплементации нашего токена мы используем именно его. И самым правильным способом работы с мапой будет использование как раз-таки concurrent-хешмап. В этом случае первым делом мы делаем get на мапы, чтобы посмотреть, какой токен у нас есть. Далее мы делаем проверку. И теперь вместо того, чтобы просто добавлять в мапу наш элемент, мы пользуемся метод compute, который будет корректно работать в concurrent-хешмапе, даже если он выполняется из нескольких потоков. И в него мы отдаем наш ключ, а также функцию, в которой первым аргументом мы получим тот же самый ключ, а во второй — текущий токен. Здесь мы делаем проверку условий еще раз, потому что условие может измениться, например, в другом потоке. И в зависимости от данного условия мы либо генерируем токен, либо возвращаем тот, который уже есть в мапе. Также стоит помнить, что если вы разрабатываете какое-то приложение, почти наверняка вы еще в момент разработки уже знаете, со сколькими сервисами вы собираетесь интегрироваться. В этом случае можно попробовать использовать unmodifiable map с ключами, которые, собственно, наши токены и содержат. Так мы и поступили в данной имплементации. Здесь мы используем все тот же функцион, который может нам сгенерировать токены, и указываем непосредственно массив ключей, которые могут быть доступны. В этом случае мы используем имплементацию токен-холдера, который мы делали в прошлом видео, которая была самой лучшей по всем показателям — это StampedOptimisticLogTokenHolder. В таком случае имплементации методов getToken и invalidateToken максимально просты. Так как мы точно знаем, какие ключи у нас были, какие у нас есть, то мы просто делаем get у map, мы точно знаем, что значение там есть, и просто вызываем методы getToken и invalidateToken. Так, у нас уже куча имплементаций, которые мы написали. Нужно начинать уже с ними что-то делать. Но внимательный зритель посмотрел на все это и сказал, что «Леша, да ты же пишешь свой собственный кэш, почему бы тебе не воспользоваться уже готовыми имплементациями?» В принципе, ничего нам не мешает. Давайте попробуем воспользоваться стандартными имплементациями кэша в Java. В качестве первой имплементации мы возьмем кэш, который позиционирует себя как самый быстрый из тех, что доступен в Java. Это кофеин. В этом случае в нашем конструкторе мы просто будем делать новый кэш. Здесь такая особенность, что в наших предыдущих имплементациях мы, в принципе, смотрели на то, до какого времени будет жить токен, и после того, как это время истечет, мы генерировали новый. В случае с кэшем стандартным, которые доступны в Java, мы не можем так поступить. Нам нужно заранее указывать, сколько наше значение в кэше будет жить. Поэтому нам нужно также указывать параметр TTL. То есть после того, как мы добавим какое-то значение в кэш, оно после этого времени исчезнет. Ну и также мы продолжаем пользоваться нашей функцией для генерации новых значений. В этом случае метод getToken тоже максимально прост. Мы просто берем из кэша по значению и дальше достаем токен. В случае с invalidate токеном мы не можем взять и инвалидировать какое-то конкретное значение в кэше. То есть мы просто всегда, безусловно, по ключу инвалидируем значение. В качестве второй имплементации кэша мы возьмем самый популярный, наверное, библиотеку, которая есть в Java. Это Guava. Там тоже есть своя имплементация кэша, которая, по сути, имеет все те же самые параметры и работает абсолютно точно так же, как CoffinCash. Так, ну теперь уж точно все. Давайте разбираться, работает ли наш код. Для этого мы будем писать юнит-тесты. Так как в наших имплементациях токен-холдера есть какая-никакая аналогика, нам, конечно же, нужно написать просто самые обычные юнит-тесты, которые не тестируют никаких многопоточных сценариев, а просто проверяют, что написанная нами логика верна. Так, например, у нас есть тест, который проверяет, что после вызова метода invalidate token мы сгенерируем новый токен. То есть здесь мы мокаем ответ нашего фанкшена, получаем токен, потом вызываем invalidate токена, который мы действительно получили, вызываем заново метод getToken и проверяем, что наш фанкшен вызывался два раза. Но при этом в юнит-тесте нужно также попробовать и протестировать многопоточный сценарий. Для этого у нас есть следующий тест. Здесь мы создаем runnable интерфейс, который будет просто вызывать метод getToken. Запускаем два потока, при этом используем такую штуку, что у нас есть два countdown-лодча, где один из которых мы вызываем в наших runnable, то есть они будут вызываться из другого потока. А в первом мы будем сначала в main потоке. Мы будем ждать, пока стартанут все наши потоки, после чего мы в самих потоках, которые запустили, будем ждать, что наш основной поток дошел до этой точки. То есть в этом случае мы как раз-таки вот вызов метода getToken делаем максимально конкурентным. После чего мы джавимся на потоки и смотрим, что у нас нет никаких ошибок, а все полученные токены — это действительно наши токены. То есть вот последний тест, который вы сейчас видите, по сути он уже проверяет многопоточное выполнение, но он проверяет его всего лишь один раз. И по-хорошему, чтобы отловить какие-то ошибки в вашей многопоточной программе, данный тест нужно заранать очень много раз. Но если мы так сделаем, то это уже перестанет быть юнит-тестом, потому что он начнет выполняться долго. Чтобы правильно протестировать многопоточный код, лучше воспользоваться специальным инструментом GC-стресс. В подобных тестах мы эмулируем, например, вызов метода getToken с различными ключами из нескольких потоков. И уже сам GC-стресс пытается за нас вызвать все эти методы максимально конкурентно, чтобы как раз-таки и проверить многопоточное выполнение. Подобные тесты написаны были для каждой имплементации токен-холдера. То есть вот здесь, например, видно, что наша имплементация имеет запрещенные исходы, что говорит о том, что токен, например, был сгенерирован несколько раз. А все остальные, как вы видите, уже корректны. Теперь, когда мы уже знаем, что все наши имплементации корректны с точки зрения синхронизации, пришло время проверить, насколько же они хороши. Для этого мы напишем свои бенчмарки. Для того, чтобы измерить производительность, мы будем использовать специальную тулу gmh. Я не буду останавливаться подробно на том, как она работает, потому что на нашем канале уже есть видео, где про это рассказывается. Здесь давайте сосредоточимся на том, что же именно мы делаем. У нас есть каждая имплементация нашего токен-холдера, и в наших бенчмарках мы просто вызываем метод getToken, где отдаем разные ключи. Конкретно в данном случае мы используем асимметричный бенчмарк, то есть мы указываем группу, которая в рамках одной группы с одним именем, мы будем вызывать, например, два наших метода с разных потоках. Также есть параметр groupThreads, где можно указывать, сколько конкретно потоков должны вызывать конкретный метод. В нашем случае нагрузка должна разделиться поровну, поэтому мы эту аннотацию не указываем. И просто вот в каждом из таких методов мы вызываем метод getToken для двух ключей. Давайте же посмотрим, что у нас получилось в результате. Результаты получились следующими. Имплементация, где мы использовали просто Synchronize над методом, она достаточно медленная, но при этом, что самое интересное, вариант, где мы использовали синхронизацию самой мапы, которая вроде как должна работать чуть-чуть побыстрее, она оказалась еще более медленной. В данном случае мы использовали мод с roadput, что значит, что это пропуская способность, то есть значение чем больше, тем лучше. В случае, когда мы использовали Concurrent HashMap, значения получились точно в 6 раз превосходящие, когда мы используем синхронизацию, это достигается за счет того, что мы действительно параллельно можем генерировать ключи для двух разных сервисов, например. Наша имплементация с Unmodifiable мапой получилась не такой быстрой, как с Concurrent HashMap. Это достаточно интересно, потому что я на самом деле так и не понял, зачем. Почему так? Потому что, по идее, так как мапа у нас Unmodifiable, то она должна работать быстро, так как мы точно знаем, что мы не можем добавить новых элементов в мапу. Ну и с точки зрения кэшей, которые мы использовали, Caffeine Cache, как ни странно, оказался даже быстрее, чем Concurrent HashMap, которую мы использовали, что тоже удивительно. Я думал, что кэш, он как бы делает больше вещей, поэтому он должен быть медленней. Но нет, видимо, они очень хорошо все это прооптимизировали, и значения получились самыми высокими. А вот Guava кэш получился хуже, чем просто Concurrent HashMap. Поэтому в этом случае, если вы собираетесь использовать кэш, то, конечно же, стоит использовать Caffeine Cache. Также, когда я готовился к этому видео, я нашел в Caffeine кэше достаточно интересный паттерн использования. Когда у нас есть Volatile переменная, если нам нужно... Ну, то есть мы точно знаем, что у нас больше чтений, чем записей, мы всегда читаем эту Volatile переменную без каких-либо блокировок. А если нам нужно будет ее обновить, мы понимаем, что нам нужно ее обновить, мы это делаем с блокировкой. В принципе, это очень интересный паттерн для сценария, который был в нашем прошлом видео, когда мы в Token Holder храним только один токен, и его же потом используем. Поэтому давайте попробуем сделать то же самое для задачи из прошлого видео. Тогда я напомню, у нас был в качестве полей класса Supplier, который, собственно, генерирует нам токен, все те же часы и текущий токен. И в данной имплементации мы сделали это обычным полем с модификатором Volatile. Как будет выглядеть в этом случае метод GetToken? Первым делом мы делаем Volatile read, получая в локальную переменную наш токен. Далее мы проверяем, присутствует он или не истек. То есть, по сути, та же самая проверка, как мы везде делаем. И если этого токена нету или он уже заэкспарился, мы его вызываем синхронизированный метод, где мы опять делаем чтение Volatile переменной, опять проверяем условия и уже, если оно все еще верно, генерируем новый токен. При этом делаем Volatile write. И этот токен мы возвращаем. Зачем делать еще раз Volatile чтение и зачем проверять еще раз условия? Так как мы, в принципе, этот метод можем вызвать из нескольких потоков, то мы в каждом, уже заблокировавшись в каждом потоке, мы должны еще раз проверить условия, чтобы не сгенерировать токен дважды. Метод Invalidate Token, по сути, весь сводится к вызову синхронизм метода. Ну и давайте же посмотрим, стала ли данная имплементация лучше, чем те, которые были до этого. Для этого мы воспользуемся старыми бенчмарками, которые мы уже делали, и добавим туда просто нашу новую имплементацию токен-холдера. И как вы видите в сценарии, когда достаточно часто нам необходимо генерировать новый токен, то все равно данная имплементация является по производительности самый лучший и самый быстрый, что как бы неудивительно, потому что, по сути, все свелось к тому, что в большинстве случаев мы, по сути, делаем только один Voltaire Read. И также мы тогда проверяли случай, когда мы вообще не генерируем новый токен, то есть все вызовы метода GetToken будут сразу возвращать токен, который уже есть. В этом случае, по сути, наша имплементация с Voltaire переменной сводится к тому же, к той же самой производительности, которая есть у StampedLock с оптимистичной блокировкой. Что ж, вот это и все, что я хотел вам рассказать сегодня в данном видео. Какие же выводы мы можем сделать? Первое — это то, что следите за тем, какие обновления в API выходят в различных версиях JDK, потому что появляются различные новые методы, которые действительно могут вам помочь и помогут вам решить вашу задачу более оптимально, а в некоторых случаях даже единственно правильным образом. В случае, когда вам необходима мапа и нужна она как разделяемый ресурс в многопоточном приложении, почти всегда вам лучше использовать Concurrent HashMap, потому что он действительно позволяет вам конкурентно делать доступ к различным элементам в самой мапе. Ну и самый, наверное, главный совет — лучше не изобретайте свой велосипед. Если есть какие-то уже готовые решения в виде того же кэша, которое есть в Java, лучше воспользуйтесь ими, потому что в большинстве случаев они самые оптимальные. Ну что ж, это все на сегодня, что я хотел вам рассказать. Если это видео вам понравилось, то обязательно поставьте нам лайк. Также напишите в комментариях, узнали ли вы что-нибудь новое и хотите ли вы еще видео про многопоточность. Ну а на этом все, еще увидимся.